Очень часто спрашивают, как снять FRP-блокировку, блокировку Google с аппаратов Samsung A3, A5, A7 2016 года. Значит, вот на примере A3 2016 года покажу, как снять FRP-блокировку. Покажу весь путь. Значит, первое, что нужно сделать, из описания скачать файл, старт сеттинг АПК, и по ссылке перейти, скачать с официального сайта Samsung, программу Sitesync. Все, мы скачали, представим программу Sitesync, мы везде далее, 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 со всем соглашаемся, нас там вообще ничего не интересует, нам сам важен факт, что программа была установлена на компьютере. Мы ее даже открывать, собственно, не будем второй раз. То есть она будет, вот как мы установили, и все, и туда мы больше не заглядываем. Дальше, значит, файл АПК. Мы телефон подключаем к компьютеру, скидываем вот этот старт сеттинг АПК просто в корень устройства. Он должен там лежать. Телефон даже в заблокированном виде, он откроется как МТП-устройство на компьютере, на ноутбуке. С этим проблем возникнуть не должно. Итак, поехали. Телефон у нас заблокирован. Язык. Выбираем ему, забиваем Wi-Fi. Забили пароль от Wi-Fi. Подключиться. Ждем, пока подключится. Загорелось, подключено. Далее. Ждем, пока он сделает все свои проверки. С этим всем соглашаемся, нас не интересует. И ждем, пока он нам выдаст нашу старую учетную запись. Запрос на старую учетную запись. Выдал нам традиционное окно, что наше устройство заблокировано после восстановления настроек. Что мы делаем? На компьютере у нас уже установлена программа SightSync. Кладем внутрь файл АПК. Сейчас я его подключу к компьютеру. Скину файл АПК. Просто в корень. Скинули АПК-шный файл в корень внутренней памяти. Установили программу SightSync. Что мы делаем? SightSync у нас открыт на компьютере. Он нас вообще не интересует. Вы можете его свернуть, даже не смотреть туда. Подключаем. Вылазит окно. Вот эта программа SightSync, она заставляет открыть выбор браузера. Либо открываем Chrome и пробуем как-то там через интернет, как в некоторых инструкциях показано, там скачать все этот же файл с интернета и так далее. Мы пойдем другим путем. Открываем Galaxy App. Принимаем все условия. Он говорит, что установить это приложение. Мы вместо него идем в поиск. В поиске мы забиваем слово Explorer. Либо проводник, либо еще что-то такое. Главное, вот какой-то браузер по телефону, чтобы полазить в файл, видеть. Вот нас интересует ES Explorer. Он самый первый. Скачать. Теперь у нас просят учетную запись Samsung. Ее здесь либо создаем новую на свой e-mail и так далее, либо вход. У нас она заранее создана, потому что уже не один аппарат так делали. Мы нажмем вход. Вам, если нужно создать учетную запись, выведите свою почту, выведите имя, дату рождения. Там, в принципе, несложно. Но создать вам эту учетную запись. Я же войду в свою. Вбил ему свою учетную запись и ждем. Сейчас пойдет загрузка. Может быть, еще какие-то окна там, дату рождения указать и так далее. Как бы у нас этого не будет. Принять и загрузить. И ждем, пока полоска доползет. Он установлен. Вот значок Play. Открывается сама программа. Теперь нам нужно установить программу, которую мы скидывали АПК-шный файл. Так, здесь отмена. Start Setting. АПК. Он говорит, что устройство заблокировало установку сторонних АПК. Заходим в настройки. Выбираем неизвестные источники. Ставим галочку. Он говорит, что установить это приложение. Установить. Здесь дальше важно не готово, а открыть. Открываются наши настройки. Дальше. Что важно для Samsung конкретно. Ищем безопасность. Экран блокировки и защита. Ищем тип блокировки по экрану. Так, пин-код. Вводим любой. Я вот тому введу 4 семерки. Непринципиально. Может 4 ноля. И готово. Теперь у нас открылся дополнительный пункт. Значит, другие параметры безопасности. Опускаемся вниз. У нас есть доверенные агенты. И вот эта вот функция Smart Lock Google. Оп. Ее вырубаем. Назад выходим. Значит, нужно зайти на настройки. Об устройстве. Сведения ПО. И на номер сборки нажать 7 раз. Вот у нас включился режим разработчика. Если не включается, тогда для вас дальше будет способ 2. Если включить, после этого нужно зайти в параметр разработчика, включить отладку по USB и внизу найти строчку с OEM написано будет. Сейчас мы ее найдем. Я не помню, где она конкретно. Может быть, в начале. Вот разблокировка, предусмотренная производителем OEM. И на ней надо поставить вкл. После этого сделать сброс. И блокировка должна уйти. Если нет, пробовать способ 2. Идем сбрасывать телефон. Вот здесь у нас есть архивация и сброс. Внизу есть сброс данных. Он говорит, что он все-все-все сотрет. Нажимаем ему. Соглашаемся с этим. Стереть все. Далее, далее, далее. И все сотрется. Он включится чисто без учетной записи. На некоторых парадах бывают какие-то нюансы. Ну, вот здесь вот так вот. Пробуйте, подписывайтесь на канал. Есть куча еще других способов. Смотрите другие видео. Если вдруг способ с отладкой USB не получается, не открывается отладка, по причине сбоев прошивки. Кидаем вторую программу во внутреннюю память. Проделаем все ту же самую процедуру, чтобы попасть в ЕС-проводник. Дальше. Это вторая программа. Она называется там com.sika524. Там что-то такое. Устанавливаем ее. Также нажимаем кнопку открыть. Попадаем в список всех наших приложений. Вбиваем ему Google. Ищем аккаунта Google. Ищем, где написано «Видите адрес электронной почты и пароль». «Посмотреть». Нажали кнопку с двумя точками. Соглашаемся. Здесь «Окей» вводим. Вводим нашу учетную запись. Электронную почту существующую. Другую, отличную от той, которая была введена в телефоне. И от нее же пароль. Все, перекинул это меню. Зажимаем кнопку питания. И жмем «Перезагрузить». По идее, после этого он должен не спрашивать учетную запись, которую мы вводили. Либо, если спросят, то вот как раз ту, которую сейчас мы ввели. Таким образом мы подменили как бы учетную запись. Пробуем. Аккаунт добавлен, готов к работе. То есть какие-то окна тут создает. Из этого аккаунта, кстати, тоже надо будет потом выйти, раз он временный. И вот я вам показал два способа снять балкировку. Подписывайтесь на канал.